Приветствую вас! Для начала мне бы хотелось дать вам небольшой такой, ну, небольшую оговорку сделать, прежде чем я начну отвечать на ваш вопрос. У вас, именно у вашего вопроса, нет пометки new, это означает, что вы уже свой вопрос, скорее всего, ну, вы уже задавали какие-то вопросы, вот. Значит, посмотреть я не могу ваш профиль, потому что вы задаете свой вопрос анонимно. Это не обвинение, это просто информация. Значит, у нас на сайте не так много, значит, вопросов, посвященных любви к животным, вот. И поэтому я думаю, что на вопрос такого типа я отвечал уже. То есть, уже был ответ, посвященный данной проблематике, вот. Как это, по крайней мере, видится мне. Значит, соответственно, если это вы, если это вы задаете вопрос свой, то у меня к вам встречный вопрос. Соответственно, если вы уже задавали свой вопрос. Почему вы задаете вопрос? То есть, тогда вроде бы я вам все ответил, вроде бы ответил все достаточно подробно, вот. То есть, тут вот нужно этот момент уяснить. Это первое. Второе. Значит, теперь я разберу ваш текст. Здравствуйте. Почтевые, мне 27. То есть, вот смотрите, наверное, у вас идет, первым у вас идет возраст. Вы обращаетесь надо на свой возраст. Скажите, а имеет ли для вас значение какой-либо возраст? Если да, то какой он? С детства безумно люблю животных вращу. Вы с детства любите животных. Как у вас проявляется любовь? Скажи, вот. Ну, вот конкретно, вот конкретно любовь, как проявляется? Именно вы, именно вы, любовь, как проявляется? Вот. Мне кажется, это очень важный момент, момент. Люди любят животных. Действительно любят, это нормально. Это действительно, как бы, хорошо. Но любовь следует отличать от, с одной стороны, жалости. С другой стороны, любовь следует отличать от, знаете, такой, своего рода нуждаемости в чувствах, нуждаемости в эмоциях, нуждаемости в переживаниях, может быть, даже. Понимаете? То есть, очень легко, на самом деле, спутить любовь с другим чувством. Поэтому так важно понять, что для вас значит любовь конкретно. Вот. Это такой момент, момент. Что для вас значит любовь? Как проявляется, проявлялась, точнее, любовь к животным? Как много места она занимала у вас, любовь к животным? И как у вас складывается отношение с людьми? А главное, с собой. То есть, вот, можете ли вы сказать, да, что хорошо относитесь к себе, что вы себя любите, что вы себя цените, ну и так далее. Дальше. Сейчас стараюсь постоянно помогать приютам для животных и бездомным. Зачем? И насколько вы это делаете? Насколько это много занимает места в вашей жизни? Опять же, если у вас всё хорошо, если у вас, как бы, ну, если близкие люди, ваши близкие люди, да, если они довольны вами, если по сути и по факту вы, как бы, обеспечиваете этих людей и себя всем необходимым, да, если вы, вот, если именно вы ни в чём не нуждаетесь сами, вот, то да, можно, можно, наверное, помочь, можно и нужно помочь в этом случае. Но если вы сами нуждаетесь, если вы сами чувствуете опустошённость, если вы сами, ну, чувствуете свою, может быть, неполноту, что помогать животным категорически не рекомендуется. Почему? Потому что вы помогаете не животным, а вы помогаете таким образом себе. то есть вы делаете таким образом для себя что-то, вот. Но вы не делаете таким образом реальное для животных. То есть, да, животным вроде бы помогаете, но при этом продолжаете продать. Поэтому ещё раз. насколько вы удовлетворены, насколько вы находитесь в гармонии с самой собой, да, то есть вам 27 лет. А если у вас семья, если у вас, может быть, ну, мужчина, муж, дети, может быть, вот. То есть, есть ли у вас это всё? Если есть, если есть, то хорошо. Если есть, но если нет, то это нагревает, ну, нагревает мысли определенную, да, по поводу природы вашей любви. Дальше. В последнее время я очень сильно переживаю по этому поводу. В последнее время, то есть, это стало происходить. да, какое-то время назад, видимо. Ну, соответственно, давайте вот подумаем, да, давайте подумаем. Какое время назад это стало происходить? Что, собственно говоря, изменилось. Именно в вас что изменилось? Совершенно очевидно, что что-то поменялось. Именно в вас. Изменился эмоциональный подтекст в данной истории. Изменился эмоциональный подтекст? Очевидно, что изменилось. Главное понять, что именно изменилось. Как вы понимаете, это напрямую вытекает из того, какое значение любовь к животным, да, для вас имеет. Ну, на мой взгляд, это совершенно очевидно. На мой взгляд, тут, в принципе, даже ничего пояснять не нужно. Тут все понятно и так. Если вы в чем-то нуждаетесь, да, если вы в чем-то нуждаетесь, и за счет, за счет любви к животным пытаетесь это компенсировать, вот. Что, это один момент. И получается, что вы неудовлетворены. Получается, что вы накапливаете в себе эту неудовлетворенность. И сейчас она дает о себе знать, вот, в виде такого проявления. Соответственно, если у вас все хорошо, значит, возможно, была какая-то травматичная история, была какая-то травмирующая вас. Ситуация была какая-то травмирующая, был как был, 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 был как был, какой-то травмирующий момент, вот. Скорее всего, у вас, ну, там, например, какое-то животное, может быть, погибло, вот. Может быть, что-то еще с ним произошло, вот, это вас стало очень сильно, может, подавляло, вот. Вот, вы, может быть, чувствуете, чувствуете вину свою, да, перед этим животным, например, вот. Но, совершенно очевидно, да, что чувство вины, которое вы испытываете, да, или которое вы можете испытывать, вот. Вот, это, на самом деле, продукт гиперответственности вашей, потому что за все вы отвечать не можете и не должны. Вы не бог, вы не бог, то здесь, может быть, у вас есть идея величия, то есть идея того, что вы за все отвечаете. На самом деле, не так, и я бы здесь поработал с границей вашей ответственности, с границей вашей ответственности, вот. За что вы отвечаете, за что нет, с личными границами я бы тоже поработал бы, вот. То есть, ну, это такая история, что я могу, что мне нужно, что мне нельзя, вот, что меня касается, что меня не касается, вот. Вот так. Дальше. Вижу бездомную кошку и могу думать очень долго, как она, в голове сразу лезет сразу картинки, как она хочет есть, как ей плохо и плачет от этого. А почему вас это беспокоит? Почему вас это беспокоит? Промышите, как правильно вам сказал мой коллега, как правильно вам сказал мой коллега, что вы сравниваете на позвоночном уровне этих животных с собой. Так вы чувствуете себя, так же, как эта кошка бездомная, вот. И, соответственно, чувствуя себя так же, вы, естественно, начинаете испытывать эмоции. Я вам даже больше скажу, вы хотите испытывать эти эмоции. Вам нужно испытывать эти эмоции, вам они нужны, вам они необходимы, необходимы, вот. Почему? Потому что вы запрещаете себе, вы запрещаете себе, сами себе вы запрещаете испытывать такие чувства. Вот к самой себе, к самой себе, вы запрещаете такие чувства испытывать. Вот. То есть, для вас это невозможно. Вот. То есть, я не имею права. Вот. По сути, по сути, получается такая история, что живя без чувств, вот, живя без чувств, вот. А вы, на мой, на мой взгляд, ориентируетесь только на, значит, на внешние факторы. Вот. Не на себя, а на внешние факторы вы ориентируетесь, по сути. То есть, вам нужно снять блок, вам нужно снять блок с проявления эмоций по отношению к себе. Вам нужно позволить себе, по сути, любить себя, как бы это вот не звучало, да. Ну, странно. Поэтому, поэтому, я думаю, что начинать нужно именно, именно с этого, именно вот с этих аспектов и с этих моментов. Дальше. Так. Так. Понимаю, что всем не помочь, но от этого легче не становится. Правильно, потому что помочь вы хотите, в данном случае, себе. Вот. Вы не хотите, а, помогать, а, животным, по большому счету. Может быть, вы и хотите это делать. Может быть. Но, беспокоитесь вы, а, в большей степени, именно о себе. Вот. Понимаете? Потому и не легче. Так. На душе тяжело от этих постоянных мыслей. А в городе много бездомных. Честно работают, их часто подкидывают, и они бродят там потерянные и голодные. Я представляю, и переживаю, их боль как будто, ну, потому что вы сравниваете себя с ними. Ну, вероятнее, ну, вероятнее, вероятнее всего. Вот. Мне, по крайней мере, это так видится, и мне, по крайней мере, так это представляется. Вот. То есть, есть у вас определенные чувства, да? Вот. Есть у вас определенные желания, есть у вас определенные потребности. Вот. Они не удовлетворены. Вот. Понимаете? Они не удовлетворены. И, вот, как бы это сказать так, по мере времени, по мере прохождения времени, да, это все накапливается, и в итоге вам становится все тяжелее и тяжелее это сдерживать. Дальше. Так. Последний раз с работой отвезла котенка в приют. Сами понимаете, как это в приюте. Мало сидят в клетке, если не заберут, то даже не знаю, что с ними делают. И вроде сделаю доброе дело, а вторая сторона призываю, как избавиться от этого и что это вообще. Ну, в принципе, в принципе, мой коллега вам ответил на ваш вопрос. Вот. На мой взгляд, он ответил более чем адекватно. Вот. На мой взгляд, он ответил более чем вообще информативно. Вот. Я вам, в принципе, тоже отвечал на этот вопрос. И, ну, если это вы, конечно. Вот. И, в общем-то, повторяться здесь нет никакого. То есть от этого не нужно избавляться. Вот. Знаете? То есть именно избавляться вам от этого не нужно. Вот. Ваши чувства, ваши желания, ваши потребности, что-то вы хотите, то, в чем вы нуждаетесь. И игнорировать, игнорировать, именно игнорировать данный аспект, да, нельзя. Ни в коем случае. Знаете? Ни в коем случае нельзя игнорировать эту ситуацию. Так что избавляться, избавляться не нужно. Что это? Это, как и сказал мой, мой коллега, да, это сублимация. Вот. Спасность. Это сублимация. То есть это перенос своих потребностей на другой аспект. Вот. Вот и всё. Вот и всё. Поэтому я думаю, я думаю, что здесь вам вот только так можно ответить на вопрос, который вы задаете. Значит, здесь что, здесь терапия, терапия, индивидуальная терапия нужна вам. Я полагаю так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. я буду рад вам помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Подписывайтесь на мой канал. Поехали. 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 Продолжение следует...